Итак, дамы и господа, знакомьтесь с соперниками. Первым представляю бойца синего угла. Ему 21 год, рост 180 сантиметров, вес 61 килограмм 300 грамм. Его стиль ММА, профессиональный рекорд бойца. Два боя, две победы, ни одного поражения. Представляющий Сулюкту Кыргызсан Шахру Джураев. Его соперник в грасом углу. Ему 22 года, рост 171 сантиметр, вес 61,6 килограмма. Его стиль грэплинг, профессиональный рекорд бойца. Семь боев, пять побед и два поражения. Представляющий грозный Россия, Магомед Сартала. Рефери поединка Гирихан Шибилов. Легчейшая весовая категория у нас на очереди. Шахру Джураев в седем углу в красном, Магомед Сардалов. Пять побед при двух поражениях у Магомеда. Две победы и ноль в графе поражений у Джураева. Итак, смотрим. Сразу Шахру Джураев хочет взять инициативу в свои руки. Кричат ему из угла про первый номер. Он активно идет вперед. Но его Сардалов вот здесь готов встречать. При этом Магомед работает в левше. Выставил руку, контролирует дистанцию. Немножко заваливается влево. И в этом смысле под правую ногу он очень здорово может нарваться. Но, опять же, если будет правильно защищаться, то это не так страшно. Хороший темп предлагает Шахрух. И своевременный лоу-кик получился у Сардалова. Хлесткий высекающий лоу-кик. И вот здесь у нас борьба возле сетки. Вкладывает Джураев в корпус. Но перевести на настил пока не может. И вот здесь идет довольно серьезная борьба за позицию. В стойке толком ни у того, ни у другого ничего не получается. В одну ногу пройти по-прежнему не удается Джураеву. И вот здесь из клинча, может быть, колени кто-то подключат. Да, первым Сардалов это делает. И пытался там нырнуть, по-моему, или ответить уже тем же сейчас Джураев. Не очень получилось относительно оппонента. По крайней мере, не так успешно. Есть захват. Правой рукой здесь за корпус. Нет, не скрести. Вот только сейчас. И попытка тут же броска пошла. Подхват не получился. Еще одно колено. Вот Сардалова. Вот кажется, чуть лучше у него тайский клинч. Да, головой действительно нельзя бить, но Гирихан рядом. Он здесь внимательно следит за происходящим. Перехватывает инициативу Магомед Сардалов. И вновь застыли спортсмены. Уже менее трех минут до конца первого раунда. Есть здесь отскок от клетки. Изнутри пытается пробить Джураев. И вот впервые клинч разрывается за долгое время. Машет. Очень здорово Сардалов, но мимо. Ну а вот на выходе из той самой борьбы Магомед все-таки один удар донес до цели. Вновь встал в удобную для себя правостороннюю стойку. Вернулся назад. Да, любопытно. Он так меняет их. Сложно подстроиться под такого оппонента, который постоянно вот так разминивает. Вперед не бросается Сардалов. Лоу-кики при этом не выбрасывает. Джураев держится на комфортном для себя расстоянии пока. И уже второй лоу-кик от него. Здорово. По защите, но попал куда нужно. Сардалов. Еще пытается отбить переднюю ногу. Работает внутренним лоу-киком, но Джураев неизменно идет вперед. Тоже хай-кик там через руку. Да, и с паузой получилось очень грамотно отработал Магомед. Да, это мы уже с вами видели. Частенько парни оказываются возле сетки. Шахрук Джураев может удерживать соперника какое-то время у сетки, но не более того. А в целом он этот клинч чаще проигрывает. Здесь не было точных попаданий. Фронткик. Еще раз движение. С короткой дистанции Джураев очень опасно может пробить. Казалось бы, ну чего там еще может случиться, а вот хай-кик через руку опять проходит. Да, орудует ногами, да и руками тоже по второму этажу очень хорошо. Магомед Сардалов. Сардалов был сейчас великолепный вот этот апперкот, такой длиннющий крюк, который дошел до цели. Был очень неожиданный. При этом продолжает работать первым номером Шахрук Джураев. Территориальное преимущество тоже имеет значение. Размашисто бьет Сардалов, опять упирается в сетку. Но опять же, первостепенную роль всегда играет урон и ущерб. Последнее мгновение. И сейчас будет минута у секундантов на то, чтобы восстановить бойцов. Продолжение следует... Двигаемся далее. Сардалов заводит публику. Немножечко шоу добавляет в этот поединок. Ну и вот только сейчас калитка закрывается. Парни готовы продолжать. Поехали. При этом на первых секундах характер боя не меняется. Центр остается за бойцом из синего угла, который активно раздергивает соперника. Правый прямой от него. Ну и видимо будут атаки по второму этажу. Возможно ногой тоже на старте. Вот Сардалова ищет момент для этого. Хороший лоу-кик. Тут же разменивает его на правый боковой Джураев. Но попал вроде бы, ну как-то впоследствии никаких. А ведь в первом раунде тоже все начиналось именно с лоу-кика. Вот Сардалова. Здесь же у нас борьба. Очень опасно здесь работал Джураев. Низковато держал голову Сардалов. Магомед правой рукой постоянно чувствует дистанцию. Плечо. Оу! Было близко. Да, и очень опасно. Даже показалось в какой-то момент, что потрясен Магомед. Но если бы попал бы, то скорее всего так и было бы. В любом случае есть кровотечение из носа у Шахруха Джураева. Но темп-то какой высокий в этом поединке. Все больше и больше крови у Джураева из носа. Затрудняет это дыхание, безусловно. Осложняет ему жизнь в этом поединке. Очень здорово. Причем боксирует Сардалов. Плечом постоянно защищается. Элементы филадельфийской защиты демонстрирует. Вновь большое расстояние. Чуть больше стали думать о парне о защите. Заход в борьбу. До этого момента, как правило, доходят и Шахрух, и Магомед. Если вообще эта борьба начинается. Но дальше с переводами возникают существенные проблемы. Опять же, Калини неплохо на выходе подключал Сардалов. Сейчас этого не было. Левый по корпусу с оттяжкой. Здорово! Бокс на хорошем академическом уровне присутствует. Видно по амплитуде, по работе на руках у Сардалова невооруженным взглядом. Да, при этом этот бокс, который еще не до конца адаптирован под ММА. Чистый бокс получается. Он как бы вызывает эстетическое удовольствие. А вот насколько это помогает, мешает, другой вопрос. Нет, не будет атаки левой ногой. Может быть, сейчас. Скорее всего, тоже нет. Поменял стойку на несколько секунд. Сардалов. И все-таки миддл кик выбросил. Полетел вперед Джураев. Попытка побороться. Но здесь она была настолько очевидна и неподготовлена, что там вагон времени был у Сардалова подумать еще о насущном. Да, при этом вообще база грэплинг у Сардалова. Не оставляет попытки на самом деле. Боится с синего угла здесь что-то соорудить. Вытаскивает, но хорошо, как баланс держит. Здорово. Время уходит. Пытается просунуть руку для того, чтобы избавиться от захвата. Развернуть потом, соответственно, спиной оппонента к сетке. И уже проделывать те же самые манипуляции, что сейчас делает, собственно говоря, Джураев. Но много сил, очень много сил приходится тратить. Сардалову лезет. Он, кстати, пальцами там, по-моему, в рот так делать нельзя. Никаких крючков. Ну, а Шахуха Джураев все-таки соорудил здесь зацеп. Но с переводом опять возникли проблемы. Так или иначе, контроль стойки и территориальное преимущество, видимо, будет на стороне Джураева. Но что делать со всеми многочисленными атаками Сардалова? Очень любопытный эпизод сейчас. Секундирует как раз, ух, попадает Сардалов. Попозже об этом колени. Да, и есть рассечение брони левого глаза у Сардалова. Уверен он в своей реакции. Руки опущены. И есть попадание. Вот здесь уже по-настоящему раскрылись парни. И Мазанул справа вложился на все 100% Джураев в том эпизоде. И опять у нас борьба. Здорово. Есть тейкдаун. Пробросил, скажем так, вперед. Попытка забраться за спину, но нет. Тут же поднимается Джураев. Чувствует этот эпизод достаточно неплохо. Но опять же, это второй отрезок. И уже определенный звоночек здесь прозвенел для Джураева. Его вниз все-таки стащили. Перестреливает сейчас в этом коротком эпизоде Джураев. Но существенной роли, наверное, это в раунде не сыграет. Что хотел сказать. В перерыве как раз есть на это время. Любопытный эпизод у секундантов Джураева. На связи, на видеосвязи с ними Аделе Ташимов. И он как раз давал указания, как секундировать. Вот такой любопытный эпизод я заметил. Аделет очень хорошо разбирается в борьбе. Он тоже профессиональный боец смешанных единоборств. Поэтому вот такой вот любопытный эпизод случился. Да, не исключаю, что просят не заигрываться, наверное. И не делать лишнего. В случае с Сардаловым. Очень важно сейчас разложить все силы на 5 минут. И вновь опросит поддержки Магомед Сардалов. Да и Шахрух тоже. Итак, смотрим. Какой получится развязка в этом противостоянии. Лол-кик от Джураева. Здорово. Пострелял здесь по голове Магомед. Не стал докручивать удар. Да, не так много мидл-киков. Неплохо правой рукой атаковал Джураев. Поменял сам стойку. Поймал, поймал за ногу здесь Джураев. Шахрух накидывает, накидывает. Много, конечно, молока. Много по блоку, но что-то прилетело. И на все 100 опять же вложился Магомед Сардалов. Последнюю атаку. Вновь каких-то сантиметров не хватило. Неплохо в область печени. Жураев заходит в борьбу. Уперся здесь Джураев. Разворачивает его на сей момент Магомед. Руку, руку, руку за голову. Коленом работает. Можно попытаться зацепить. Да, совершенно верно. И тут же коленом добавляет в голову. Неплохой эпизод. И вновь на средней дистанции. Вот каждый раз Шахрух Джураев удивляет. Он вроде бы отдаст эпизод. И потом включается с удвоенной энергией. Пытаясь отыграться. По корпусу. Закислился и забился уже. Магомед Сардалов. Руки налились свинцом. Тяжеловато приходится. Ух ты! Что здесь? Что случилось? Тайм-аут. Попадание в глаз было. И хочется посмотреть повтор. Да, в динамике. Мы этого сами не заметили. Здесь визуально казалось, что это удар. А все-таки, как показывают судьи, что это было нарушение правил. И вот повтор. А, до этого, соответственно, был эпизод. Да, тут безошибочная работа судейского корпуса. Честь им и хвала. Как и безошибочная работа нашего режиссера Павла Попова. Который все видит. Который сейчас для нас прояснил ситуацию. За что ему тоже большое спасибо. Ну и отдельное спасибо, конечно же, ребятам, которые работают на повторах. Итак, насколько длинной получится эта пауза. По идее, до пяти минут может быть в распоряжении у Магомеда Сардалова. Убедился Гирихан Шабилов, что видит полноценно, скажем так, Магомед Сардалов. И все, едем дальше. Джеб. Вновь опять на руках. Хорошо действует Сардалов. Ныряет здесь вместе с ударом. Хороший лоу-кик. Да, сразу же ринулись парни. Следующий этап боя. Просто смешно в карьер. Закрывает корпус постоянно Магомед Сардалов. Готовит удар слева. И в одну ногу проходит Джураев. Ух ты! Удушающий. Отсюда Магомеда. Все! О, ничего себе! Вау, вот это бонус. Это бонус, ребята, однозначно. Фантастика. Магомед Сардалов. Шестая победа в карьере. Наносит первое поражение Шахруху Джураеву. Стойки задушил. Да как быстро! Магомед Печуев поздравляет. Мурат, Мурат. Мурат Печуев, конечно же. Поздравляет Магомеда Сардалова. Шикарно, изумительное удушение и стойки. Давайте посмотрим еще раз. Как же плотно получилось. А, вот, звучал, да. Еще, более того, это не было видно. Гирихану ошибилу, потому что рука была здесь, с левой стороны. Но это тот самый случай, когда реферии не нужен. Да? Да, да, да. И никто не сопротивляется и не бузит, скажем так, по поводу решений. Да, никаких претензий. Так, бойцы уже на середине. Дамы и господа, время остановки этого боевика. Вторая минута, 31 секунда, 3-го раута. Удушающим приемом побед одержал боец Красного Угла. Магомед Сардалов. Упечатляющее выступление Магомеда Сардалова. Поздравляем его с победой еще раз. И двигаемся дальше. Это НС Янгэгл 44.